Поживецкая кооперация в Гомельской области существует 1938 года. Сейчас в этой сфере работают тысячи субъектов. Ведь мы уже великих зарплат тут, напомню, никогда не было. Но сегодня ситуация потребует явно особливой уваги. Уже в некоторых годах для коммерциальных организаций потребование применения одной тарикной сетки не денежное. На практицах это значит, что в таких структурах оплата працы регулируется выключено внутренными документами. При одной умове, какими бы ни были тарифы, и они повинны обовязково знаходить адлюстрирование у коллективных договорах. Для выучения ситуации у областного объединения профсоюзу проанализовали погоднение 25 организаций с поживкой операцией. Почас посаджения президиума, особливо подкресливается, усе положения о хове працы распорсованы на высоком прессийном узровне с выликом рекомендаций Министерства працы и социальной обороны. Бодай один, что выкликая заклопоченность, снижение реальных заробков на целом широку предприемств. По выниках 9 месяцев этого года максимальная зарплата у работников Галины не превышала 540 рублев, а минимальная у Вогуля в Галыче в районе 300. Дело в том, что много конкурентов у нас. У нас сейчас произвести несложно. У нас сложно сейчас продать продукцию, потому что очень много конкуренции. Поэтому низкая рентабельность, низкий доход. А если нет финансового положения, какая может быть заработная плата у работников потребной операции? Это очень больная тема. Вязковцы те сами едут в городские супермаркеты. Те просят привезти оттуда продукции своих сябров и родных. По оценкам, с пожилетской кооперацией конкурировать с крамами буйных гандлевых сеток зараз вень мескладана. Тем больше, что и покупницкая сдольность вязкового населенияства так само снижается. Вырос гандаль плюс терка экономики, отповедая реальной ситуации. Анализируя наши коллективные договоры, надо заметить, что не все они, конечно, у нас, в общем-то, выполняются в полном объеме. Так как, во-первых, это зависит, в первую очередь, от экономической составляющей организации, от финансовых результатов организации, от умения профсоюзного актива и председателя профсоюзного комитета отстаивать социальный пакет, а также от умения председателя профсоюзного комитета находить общий язык с руководителем. По выникам посаджения Президуум областного объединения профсоюзов выказывает шерох рекомендаций. Когда нельзя изменить ситуацию кардинально, необходимо, как минимум, выключить с практики принятия норм, которые еще больше погашают становящиеся работникам. До речи, подчас мониторингу коллективных погоднений выявлено, что во всех организациях с поживецкой кооперацией предупреждены пытания индексации зарплаты в связи с инфляцией, а для, как заработать это на практице, не прописано практически нигде. Олег Синтеров, Юген Макейенко, Телерадио Компания Гумель.